За один день объехать всю Рязанскую область, пообщаться с сотнями людей и ответить на тысячи вопросов. Именно такую задачу поставили перед собой сотрудники Рязанского отделения Пенсионного фонда в четверг 31 мая. Именно в этот день, вот уже на протяжении 14 лет, в нашей области проводится акция День ПФР в Малом Селе. Все руководство отделения, специалисты профильных отделов, руководители этих отделов разъезжаются по дальним селам нашей Рязанской области с целью для встречи с населением, чтобы довести до них изменения, которые произошли в пенсионной системе, ответить на все вопросы, которые волнуют граждан того или иного села, ну и узнать те проблемы, которыми живет население, чтобы как-то скорректировать деятельность и работу наших специалистов. Геннадий Пашин, как управляющий отделением Пенсионного фонда Рязанской области, посетил один из крупнейших районов – Скопинский. В этом году выбор пал на небольшое село Шелемишево, находящееся в 30 километрах от районного центра. Проживает здесь более 500 человек, большая часть из которых – люди пенсионного возраста. Именно перед ними выступил Геннадий Пашин, рассказав о важнейших изменениях в пенсионном и социальном законодательстве. Надо сказать, что мы не очень любим смотреть новости, а это вживую. Все доступно, очень доходчиво рассказано. И обращаться, конечно, в Скопинский пенсионный фонд, когда уже нужно, необходимо, все могут доехать и спросить. Ну а вот сегодняшняя встреча, конечно, очень много дала в плане познавательном, потому что не всегда вот так могут рассказать даже по телевизору. Мобильная клиентская служба ПФР, которая в этот день путешествует по отдаленным деревням и селам области, использует специализированный автотранспорт с возможностью автономного доступа к услугам и консультациям. Так что жители могут быстро, без очереди и рядом с домом получить интересующую информацию. Информация о размере пенсии, о стаже, о заработке. Даем рекомендации, если какие-то возможно, да, что-то как-то увеличить, размер получаемой пенсии. То есть обо всем, что может спросить гражданин. По словам сотрудников Пенсионного фонда, вопросов раз от раза становится все меньше. Таким образом, дает свои плоды информационно-разъяснительная работа, которая проводится Пенсионным фондом ежедневно. Но, тем не менее, жители села продолжают интересовать, каким образом определяется размер их пенсии, как оформить к ней доплаты, а также каким образом получить и использовать материнский капитал. Напомним, что сотрудникам Рязанского отделения Пенсионного фонда за один день предстояло объехать более 25 отдаленных населенных пунктов области. В деревне Шелемишево визит сотрудников ПФР совпал с Днем села и превратился для жителей в настоящий праздник.